Медосмотр прямо в учебных кабинетах. Оборудование, ширмы и люди в белых халатах. На несколько часов первый этаж политехнического колледжа превратился в поликлинику. В учебном заведении организована диспансеризация студентов и педагогов. Возможность проверить здоровье без отрыва от учебы и работы оценили все. Очередь двигается быстро, да и ожидания в ней проходят под разговоры о том, как важно проверяться у врачей. Здоровье ни за какие деньги не возьмешь, не купишь, ни у кого не одолжишь. Так что она у нас отдается один раз и о нем нужно заботиться. Жалоб нет, все как боец готов хоть куда, хоть на край светом. Очень важно на самом деле. То есть без защиты своего здоровья ты не сможешь продвигаться дальше. В учебном заведении работают мобильные бригады медиков, специалисты так называемого первого этапа диспансеризации. Все обследования очень важные и нужные. Позволяют выявить онкологические и сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Здесь мы занимаемся оказанием первично. Первый контакт с пациентом – это забор анализов, консультация специалистов, которые необходимы в рамках проведения этих мероприятий. То есть это и смотровой кабинет, это и снятие электрокардиограммы, и взятие мазка на жидкостную цитологию, всех анализов, которые необходимы. И потом вторым этапом пациенты будут приглашены на повторный осмотр к врачу по результатам обследования, где будет вынесен, скажем так, вердикт о наличии или отсутствии той или иной патологии. Будет проведено в том числе профилактическое консультирование и выданы рекомендации, как дальше себя вести. Только медицинским осмотром в политехническом колледже сегодня не обошлись. Весь учебный день был посвящен здоровью. У нас пройдут открытые уроки с чемпионами. У нас пройдут открытые уроки, будем говорить, с православием, с духовенством, с нашим мусульманством. То есть у нас придут представители мечети и русской православной церкви. Сегодня у нас читают лекции «Наша молодежная клиника» во главе с Шишкиной Натальей Владиславной. Именно о профилактике абортов, о профилактике здоровья, формировании здорового образа жизни для наших студентов и для преподавателей. Кроме этого, сегодня у нас состоится наша такая энергичная производственная зарядка. Она состоится в 12.30 под песню Владимира Высоцкого. Подобный опыт планируют практиковать и в других учебных заведениях. Тем более, что он оказался успешным и нашел понимание как у студентов, так и у преподавателей. Анастасия Шакирова, Максим Липин, Новости НТР.